Субтитры делал DimaTorzok 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 Аминь 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 всегда к тебе руку протягиваю вот к нам приехал михаил расскажи слова народу есть у тебя слова так было нет да и на пикну всегда а ты спроси у кого это есть это у баптистов есть такое у баптистов вот я у них был когда ну где еще меня не знают и подойдут обратно вас есть снова есть но бывает и скажешь вот надо смотреть и говорить у нас не так у нас не так и это не так эдак не евангельская а вот такое придумано все чужие друг друга стали разбрелись и никого нет никто не будет искать кто и чужой кто ближний у кого слова есть это безмолвная масса вообще ничего нету люди никто не спрашивает какой талант я иду вместе с митрополитом тогда он был еще архиепископ гедеон до кукин из храма идем к настоятелю я говорю ладыка чем я могу быть полезен для церкви а он такой благодушный был ну ты же и гнать и ходишь в церковь хожу но я хочу послужить и а чего тебе еще не хватает зачем тебе это надо то есть вот это почти биомасса стоит никому не нужные люди их называют абортированные мы даже не понимаем в каком катастрофическом положении находятся люди сегодня и почему-то делается легкой добычей у сектантов самая большая беда православие самая большая ошибка так сказать то что они сказали что библия слова божия вот это самая большая ошибка а раз сказали библия слова божия сектант сразу подходит а у меня библия а нам батюшка сказал что библия слова божия о молодец ты а вот смотри написано не сделай изображение то иконы то это идолы иконы полетели в печку дальше начинают ну где ты нашел что крещение дети должны быть взрослые в доме корнили уверовали ребенок не может уверовать по боку крещения детей а если бы как у старобрядцев сказали библии считать нельзя с ума сойдешь и все бабе он без библии а ему по зубам библия это у старобрядцев то более четко держит своих лиц от них никто не уйдет а православное наполняет всех всех сектантов сказали библия слова божия православный теперь учите давайте полное толкование как вы все сделаете то а этого то нету они тут значит они сделали на распутье стоят любой сектант подходит а вы хотите знать библию хочу все уже пойман они ему расскажут о тысячелетнем царстве рукой креститься не надо бог не требует служения рук человеческих беда за бедой все в этих стихах которые сейчас прочитали не надо просто читать их надо перенести на нас и сказать мы не такие поэтому нам судить никого и на ум не придет мы не такие не потому что мы родились и такие а нас так научили литургия 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 канона литургия что не от литургии человек обращается от слова божия это литургия сать слова там все какие главное что счастье в исповедовании чаще причащайся а тебя будут окормлять все слова то на своей канонической территории все слова то какие не евангельские совершенно и вот мы прочитали эти места и даже себя ударить в грудь господи когда же я буду таким он наш брат сергей появился слава тебе господи живой я отошел сказал все я только немножко поправлю за тихонович синагога не школа а собрание переводится на греческом бэйт кнесет по на иврите кнесет собрание бэйт кнесет я поясняю для чего она была то они перевод ты прав я говорю о том что ее не было синагоги и в библии нету но в пленении они дошли людей надо учить и создали школу школа синагога они пришли синагога выполняла роль школы вот так скажу не перевод слова так что ты прав здесь но там они учились и благодаря синагоги распространялось познание слова божия а до этого не было до пленения плен тоже на пользу отошел вот интересно игнать техничка как насколько они быстро принимали крещение только уверовали практически сразу принимали крещение обвиняем принял объясняю это были люди не с улицы не коммунисты не шпана подзаборная это были люди которые крещеные в детстве были то есть обрезанные они знали ветхий завет это не дети пилата христос говорит таковых из царства небесное там не ребенок ирода стоял это дети еврейских родителей которые обрезаны были они уже находились в сообществе божием его учились малых лет и этим людям не хватало только сказать о христе я родился старообрядческой семье я лично я я не помню себя ну только чит говорить то учился я уже богородицу дева радуйся знал достойно это учила мать пальчики там ниточкой свяжем как правильно сложить и потом мне заложен страх божий был что есть суд божий и потом мне никто не уговаривал верить евангелие дали зашли через два двадцать минут а я уже полностью все готов я обратился вот такие были евреи вот такие они все в фарисейских семьях вырастали поэтому греха боялись они в капсомольцах не пионерах него кибрятах не было мы как огня боялись иначе на на раскаленных гвоздях будешь плясать на том свете мать говорила это была подготовка страх божий это сильная вещь вот эти люди они готовы к крещению сразу приняли христа у киевнух едет он ехал то что он не пугачок услышал а считал пророка исаи даже не понимая златоуз говорит он готовый был а вот вода что препятствует а ты веришь что христос верю это спаситель все зайдем в воду а ведь сегодня крест это вообще не знают мы решили узнать церкви вот выходит допустим проверим сегодня 10 завтра десятерых ни одного не нашли кто знает чего крестился я к той подошел она идет такая невеселая на вдвоем я говорю вот сейчас крещение приняли а для чего крестились подруга сразу а вы еще и говорить я буду я спросил для чего крестились я вижу а он волос волосы я у нее парик на голове то он ладошкой мокнул на голову ни одной капли не попало поп-то обманул ее у нее а бхс она директор ресторана у это не хватает есть сказали надо покреститься и тогда этот а бхс-то мимо прокатиться а она мне сразу отрезал что я папу мало сунула сунула деньги симония сплошная вот наша трагедия это где-то корысь и трусость трусость и корысь это все заполонило а так проще словах сказал правду из евангелия ты еретик сектант еретик сектант гордыня прелесть гордыня прелесть четыре слова только которыми играют православные а чего не такие их сделали попытокими они их не учили только травили давили сверху они самостоятельно шага не могут сделать это все в этих словах заложено если тебе этого нет огня нету пустое место нить не горячий не холодный ты упроси бога духа святого дать тебе иначе смерть тебе а они только руководить надо руководить давить а ему если никого нет он один они пойдет как павел проповедовать на новом месте не один епископ митрополит у него система система он знает деньги отстегнуть патриарху послать а ему священники дадут а что линия какая-то там торговка пригласит он он ужаснется куда он пойдет зачем а что надо ему благощины дадут вот ответ дарю брат сергик бери свои руки и и то уж начал то ты увидишь продолжай и говори что читать об этом деяние 16 глава 16 по 21 стих хорошо читаю случилось что когда мы шли в молитвенный дом встретилась нам одна служанка одержимая духом прорицательным которая через прорицание доставляла большой доход господам своим и да за павлом и за нами она кричала говорят сие человеки рабы бога всевышнего которые возвещают нам путь спасения это она делала много дней павел вознегодовав обратился и сказал духу именем иисуса христа повелеваю тебе выйди из нее и дух вышел в тот же час тогда господа ее видя что исчезла надежда дохода их хватили павла и силу и повлекли на площадь к начальникам и приведя их к воеводам сказали все люди будучи иудеями возмущают наш народ и проповедуют обычаи которых нам вивленам не следует не принимать не исполнять а каванин что это за демо называют его по месту богом пифаном он хотел ввести или пифоном он хотел ввести апостолов в искушение иначе что это женщина пифея о которой говорят что она садилась на треножник Аполлона раздвинув ноги и что злой дух поднимаясь из углубления находившегося под треножником проникал в нее и приводил ее в выступление когда она приходила в бешенство и спускала изо рта пену и в состоянии такого иступления произносила бессвязные слова о дух нечистый если ты знаешь что они возвещают путь спасения то почему не удаляешься их их возбужденный взволнован Павел загрудил ей уста хотя она говорила и истину он научает нас не допускать к себе демонов хотя бы они принимали вид что защищают истину но преграждать им всяких повод соблазну и не слушать ничего что они говорят если бы Павел обратил внимание на свидетельство этого духа то последнее обольстил бы многих из верующих поэтому Павел на первый раз только не принял а отверг его свидетельство не желая увеличивать числа своих знаменей но когда дух упорствовал тогда Павел повелел ему выйти из-за траковицы и так дух действовал товарно Павел же разумно везде виною зла деньги в видах обогащения господа траковицы желали чтобы она одержима была бесом посмотри не наступи они демона не хотят знать но поглощены одной из своих страций вебролюбием демон говорил что они возвещают нам путь спасения а господа траковицы говорят что они завещают обычаи которые не следует принимать это вот такая война ты ведешь им говори ну я предлагаю задать вопросы да вы выставите я хотел сказать что здесь законы божьи действуют Господь дал законы которые бы запрещали евреям находиться в сообществе с людьми которые занимаются чародейством волшебством облакогонители чревовещатели там колдуны ведьмы там и так далее там перечисляется целый сон сон этих этих людей которые одержимы бесовщиной и все и тут показаны просто язычники если бы это случилось в Израиле это было бы ну как бы удивительно для нас но так как это случилось у язычников то здесь по подробности расписано ну там как бы тут о чем идет основная мысль в том что бесы восклицают и как бы говорят истину то есть как тут быть и тут вот как раз полкование говорит чтобы бесы какую истину не возвещали кто там умер когда будет война еще это вот часто такое любят это все хуже когда там кто умрет это люди любят это слушать чтобы никогда в сообществе верующий человек не находился с такими людьми так как верующему человеку не надо знать будущее ему о будущем его сказал Христос законы божьи все евангелие ему покайся и веруй в евангелие и будешь в царстве небесном все больше ничего не надо прежде ищи царство небесное а все это приложится вам там перечисляется еда пища приложится тебе для того чтобы ты не погиб а следовал заветом Христа шел за Христом благовествовал все для этого есть у нас а этих людей нужно не просто так а даже запрещать слова эти вот у меня вопрос тоже мне вот задают ну а как же вот быть с бабушками которые вот молитвами лечат там и денег не берут и у них там иконы и свечки и благословения там чуть ли не по три раза соответственно на это дело и помогают и исселяются люди исселяются что им таким вот людям они говорят с молитвами лечат Богу обращаются не своей силой и не демонскую кто хочет ответить мы должны посмотреть как у русских идет все строится на обмане он ходит к одной бабушке я узнал недалеко от храма и лечатся и она говорит я лечил священника и его детей ну я сходил посмотрел ну вижу она ничего не знает пришел к батюшке к этому я говорю вы знаете такую знаю а вы у нее лечились я до чего ради его не лечился а ребятишек никогда то есть она говорит неправду это первое и второе что она лещит надо помнить если демон лещит глаз тебе то у тебя два уха будут болеть язык губы лещит у тебя будет шея гнить он никуда болезнь не может дать потому что грех только добавляется и следующее что другое болеет более тяжко чем первое это всегда так у меня дома соседка живет она лещит она берет нитки сколько раз богородица дева радуйся просчитает и ей надо дать там что молоко и она склоняется над молоком там в кружке то я захожу домой и она сидит в доме у нас и это делает я говорю что такое делается то это же волшебница она а ее позвал отец теленок заболел и нога у него подвихнулась ну и жалко теленка то а она его шепчет чтобы потом на него навязать то а отец идет там в пригоне то где то а я в это время ей говорю я говорю ты знаешь что тебя ждет то какая мука вечно ждет она как все бросила и ринулась в дверь бежать то и прямо на отца столкнулась чуть с ног его не сшибло то меня Игнатий убить хотел убить а отец тоже разошелся то есть приехал на один день тут порядок наводишь это то другое то но ее нет она уже сбежала сбежала по соседству то дальше мы пошли с отцом пилить а отец пилит а на меня не смотрит у него одна рука была а потом посмотрел на меня и рассмеялся ну ты здорово говорит ее шуганул а теленок то у меня говорит прыгает ни нога у него не болит небольшое было исследование бог допустил то шуганул ее как я нахожусь в городе Пензе эти люди лещат цыгане лещат стоят я подошел и начал говорить откуда у них сила и чем занимаются так они в следующий раз мы приходим отец Аким тогда ну еще до армии было так они нас увидят и за колонны прячутся оттуда выглядывают цыгане в сумме у нас знакомый был баптист один вот я о нем говорил Юра Михальков и однажды он едет в вагоне и одна такая ясновидящая и она каждому разгадывает три вопроса задать сколько у тебя мелочи в кармане она скажет все точно ну и до него очередь дошла он такой представительный видный ну как вот Игорь наш этот сзади тебя сидит ну и она начала это он руку там подал или как и она вот так начала смотреть потом как руку у него бросила еще ты захотел то и в другое купе ушла а другие то стояли хотели тоже что то узнать видимо деньги давали то но они теперь ее то никак она все замкнулась и не глядит и они его спрашивают что ж ты такое ей задал то задал в уме в уме он говорит я ничего особенного не сказал я только спросил первый вопрос какой силой ты это делаешь кто тебе силу где дал почему она не ответила потому что это сатана и она лечит сатанинской силой а Ян Затаус говорит хотя бы у тебя тело развалилось на счастье отпрыгни от нее как от змея вот и весь сказ как нужно относиться а второй вопрос второй вопрос он ей задал а что тебя ждет когда ты умрешь за это она не ответила она не ответила она должна была ответить что участь ее будет с сатаной вместе в аду она будет гореть ну и такой подобный третий вопрос тоже задал и а она то рядом она бы сказала нет ни эти вопросы она промолчала ничего не сказала надо знать как с ними разговаривать ты никогда не бойся к нам приходили на занятия в университет где у нас занятия были технические две в черном одеянии платья одеты нормально ну интересно при входе в аудиторию одна подошла и говорит а мы пришли специально вам занятия разрушить о мы всегда царю небесный пропоем я сразу обратился к залу аудитория то 410 корпус В АГТУ Барнаул я говорю к нам пришли люди они сзади сидят которые желают нарушить наше занятие бесовской силой помолимся их как ветром выдуло оттуда все больше ни разу не пришли лекарство очень хорошее и тот кто с нами больше того кто в мире сатану надо не просто бить а поражать под ноги вот так надо относиться я считал такое один старец там симонах познакомился к нему дедушка приходил ну и тоже я маленько лещу он говорит а какой ты силы ну я с детства научился у меня бабка такая была она там умирала за руку взяла и я сразу встал поднимать он говорит так это от сатаны да нет люди исцеляются я иконы ставлю свечи зажигаю он его исповедовал с утра до темной ночи он упирается и все он опять с другой стороны подходит и когда ему все это открылось как он рыдал этот старик я к ним приехал она бабка такая была но она покаялась покаялась она у пятьдесятников была но покаялась и к ней кто приходит лечиться она лечила в деревне то и она падала и плакала господи выгони сатану она говорит я вижу на пороге ни человека сатана стоит то есть он возвращается к тому же и у таких Джуна Давидашвили принимал его принимали в масонах Бориса Николаевича Ельцина и у ней будто бы лечился и патриарх нынешний но это я уже не знаю может быть и не так на прием ходил к ней лечился нет но почему-то думаю что это неправда еще бы он к ней пошел ну вот такое дело никогда никому не ходи это от дьявола если болен перетерпи надо учиться уметь болеть и готовиться к смерти а уж совсем невыносимо ну попей маленько еще нибудь там хорошо другой вопрос встречались ли вам люди которые обладают даром исцеления о коем он говорится в Библии что есть такие верующие сопровождать все знамения которые обладают даром исцеления не от дьявола а от Бога встречались вам такие люди или нет ну как сказать или все только сопровождали как сказать встречались они может быть у нас и рядом где-то ну у нас я вижу такие атрибутика какая крест вот к нам приходят люди берут крест лежит а крест этот на меня надеялись священнический крест я сидел печатал один зашел знакомый говорит закрой глаза я закрыл он на меня крест с цепочкой надел и говорю что ты делаешь게 это же крест я постепенно узнал что крест этот на кладбище где расстреливали territorial мудеп heroes видимо с расстрелянаandi священника было а он пришел на меня надел я говорю я не священник но я его носил с собой и когда меня арестовали он у меня оказался с собой а куда его деть а этот крест брали там у него варикозное расширение было приложили, а потом приезжают говорят, какая еще дотворная сила начали приписывать кресту а я вообще ни при чем только привез исцелился один человек, другой и у нас в общине все берут его я сам прикладываю к себе кто исцеляет? Бог исцеляет а такие, чтобы к человеку шли он там как Новиков Василий Бесов изгонял, решили одним словом таких я не видел а вот так вот, через крест Христов это у нас в общине такое есть, лежит крест вот так ну а вообще в сегодняшние дни такие люди имеют место быть которые небесовской силой помогают и исцеляют людей молитвами написано дары исцеления чудотворения, вспоможения таких отец мы их не встречали, но они же есть, наверное, я так думаю видишь, если бы не было врачей то, может быть, и больше было бы у кого-то есть у нас что-то мне одна звонит наша прихожанка у меня икона замаратащила я говорю, что? а что с ней делать? ну заверни в материю или куда, ближайший храм какой? Яна Богослова отнеси тамошнему батюшку он любит это в московскую патриархию и все, у нас нет мироточивых мы за этим не гоняемся и весь скажет а может у кого-то это и есть откуда мы знаем-то? мы не обращаемся у нас есть соборов кто болен призовите пресвятеров помажет тебя во имя Господа Христа или Эм у нас соборов а исцеляется, не исцеляется кого мазали это мы даже и не знаем легче, не легче стало я никогда на это не иду потому что я на ногах хожу а крест приходя вот в трапезе знаю, всегда беру глаз вот это, он болит глаз к ушам приложу, к сердцу и мне хорошо всю неделю здоровый а от чего? откуда я знаю? оно все в совокупности подходим к иконе, к кресту благословения священника как разградировать? а от чего я получил спасение? это исцеление а отец Василий-то демонов изгонял да, демонов изгонял и помер они им играли как футболом Новиков нет его уже ну, Михаил говорит это она обладала прорицательным это дух прорицательница была ну вот я что хочу сказать в те времена люди хотели знать что с ними будет по всей видимости вот чтобы она ну какая судьба там что его ждет а в наши дни вот я знаю насколько мне известно я хорошо это знаю что люди ищут прозорливых старцев прозорливых они тоже хотят знать свою судьбу хотят получить какой-то совет и вот эта тенденция с отцом Сергием у нас его буквально считают прозорливым ну и я там ездил по монастырям в свое время тоже видел таких людей много которые просто ездят по монастырям которые ездят ищут людей которые бы им ну прорицали про их судьбу про их жизнь там это что-то высказывать вот ну это всегда идет такая тенденция идет вот эти прозорливые старцы они тоже могут быть обладаемы духом лживым или все они такие вот это духовные и что знает это Бог им открывает будущее людей или просто или просто они на себя это ну как бы сказать берут на себя сами или в угоду людей я хотел сказать столько много говорим а дело-то все ну и последний Игнар Тимович сказал что в совокупности это вы вспомните в последний раз сколько мы молимся Севастьян перечисляет он даже подряд Валентин не перечисляет чтобы мы не запутались он Галина Валентина Галина Валентина Неанила Валентина Галина опять Неанила и вот так сколько я не знаю уже наверное ну миллионы раз мы перечитываем последние те же имена читаем их читаем и не умер никто и ходят вот Раиса сколько за нее молимся уже 21 я общий 20 лет молимся за Раису она кто болеет кто там ну бывало здоровые иногда не молились мы в основном молимся молимся и все здоровые вспомните Надежду Васильевну пришла у меня рак все руки опускаются вот так дрожат ничего сделать не может поликлиники сказали рак у нее давай молиться молились молились проходит там полгода ей дали три месяца жизни Надежда Васильевна что-то вы все живая не умираете у вас рак чего она говорит а я сходила в поликлинику мне сказали что нету у меня уже рака был следующая точно так же сколько это было да кто исцеляет где какие нам нужны люди какие-то там Новиковы и так далее которые будут бесов изгонять так еще в нашей общине которая занимается благовестием которая Библию заучим чуть не наизусть да наизусть я хочу сказать ну во всяком случае места которые в Библии есть потому что новый завет и сейчас бы бесы бы у нас тут орудовали конечно Господь он знает кого исцелять вон брат у меня у него вера необыкновенная я не скажу кто говорит а я сахар не ем поменьше всего такого ем чтобы Господа не искушать Господь сокрушает зубы нечестивые а вот у меня давно зубы не болели значит я не очень сильно грешу а может вообще безгрешный понял какие как вы все это вот вера где такая должна быть он благорест я хочу сказать и хорошо помоги Бог ему а ты а ты говоришь на такие мелочи понятно Сергей Ильин хочет сказать да пожалуйста я вот насчет старцев которых брат Михаил там сказал собственно они которые находятся в монастыре они ни при чем это просто людям женщинам особо кликушество нужно это вот чтобы ездить конечно они просто не ученые не наученные священниками не наученные старцами им нужно создать вот какого-то себе кумира типа чтобы ходить вот ездить заниматься чем-то на что-то тратить время вот и от этого получать исцеление другое дело как Бог на это смотрит вот Господь смотрит наверное помогает кому-то по вере а старцам что сказать только молиться ну-ка кого-то они учат кого-то вразумляют а кого-то так и остаются в основном крикушество из-за ненаучения не из-за незнания слова Божьего не из-за незнания святых отцов поэтому вот такая вот печальная картина есть вот а сами конечно те которые считают за старца вот я знаю отец Венедикта в Оптинской очень благочестивый он все по священному писанию у него вот сколько вот он роликов там выставляют где он собирает народ приезжает учат там только каких вопросов не задают и можно ли в миру спастись он говорит можно и нужно спасаться в миру вот и только что и с терпением и все по слову Божьим всем раздает священное писание вот очень интересный человек ну есть там еще некто власть архимандрит он говорит я вообще никакой я просто будет опытный человек врач он советует там кому просто такими вот врачебными средствами лечиться обычный врач он говорит я никакой там не прозорливый себя не считаю и все правильно он говорит ну и много таких это просто сам народ вот им нужно создатели кунира и начинают создавать все отошел ну про старцев скажем сказать хочу тоже что если бы в народе русском вообще в любом народе у любого народа стояло на первом месте священное писание и ветхий завет и нового завета особенно послание апостола павла в посланиях апостола павла написано какой должен быть учитель если читаем тимофей или титу и какой епископ должен быть какой дьякон написано отсюда можем понять какой должен быть священник какой должен быть учитель людей пасты своей какой он должен быть и везде написано на первом месте знание священного писания и каноны нам каноны православные которые все забыли они только об этом и говорят как должно народу учиться и ну а так как никто не учил этот бедный народ ни наш никакой там другой так никто и не научился католикам тоже своего не хватило протестантам не хватило своего Мартин Лютер не дотянул и у нас в православии ну Господь просто попустил остаться в этом нервеже захоронили в пещере Антони закопались и потом выдохнули мы сейчас как эти вот семь отроков выдохнули в воскресенье никто не верит и теперь нужно идти людям объяснять что да воскрес Христос просто истинные почему но Евангелие никто не открыл а уже на русском языке было и все все только читайте каноны распределяй там смотри где про учителей и какие должны быть учителя у нас пришли совершенно как всегда наоборот как сказал Златоуст вот вы посмотрите на вас со стороны вы делаете все против Евангелия все делаете так как Христос не заповедовал нет а что значит мы вынырнули что значит мы вынырнули Христос сказал я созив церковь мою врата да не долеют ее я с вами есть во все дни до скончания века как бы ни было во все дни и нас не было и были мы Христос был церковью никуда он не отделялся по другому винтет может не так как мне хочется или вам хочется это другое дело но это церковь Христова это не что там такое какая уж она есть а Господь все равно с нами он не сказал что я оставлю церковь свою нет врата да не одолеют ее так что ситуация такая все равно в церкви люди кто по-своему ведет кто-то ну Господь по-своему ведет конечно каждого может не как нам хочется да но тем не менее есть и старцы может не те какие хочется нам но вот как бы кто-то молится все-таки и слава Богу дело все в том что вот я упоминаю своих учителей наставников у меня Игнатий Тихонович Лапкин человек который показал на Христа я до этого вернул в Бога я прочитал Библию на несколько раз раз в пять уже прочитал а то и больше может до встречи с ним не только я прочитал там Новый Завет я всю Библию прочитал и я очень хорошо знаю историю я эту Библию вложил в историю которую нам преподавали и которую я в библиотеке еще вычитывал специально потому что у меня вечно пробелы были я не понимал почему о том говорят об этом Библия мне все рассказала о еврейском народе отсюда я очень много узнал психологии человеческой и так далее но о Христе никто не говорил вы говорите вот мы там вынули там Бог ведет а вот он привел Игнатия Тихоновича Лапкина через протестантов понятно через пятьдесятников он у пятьдесятников в Библию нашел Новый Завет а вы рассказывайте мне сказки об этом православии невомоверном где Господь ведет да Господь ведет такими путями которые нам вообще непонятны а чтобы создать общину где люди бы могли пройти вот тот жизненный путь который мы читаем деяния святых апостолов вот вам не снилось пока вот вы можете сейчас соприкоснуться с нами только здесь вот через телевизор а если бы вы приехали здесь пожили в общине или там у вас была бы община и вы бы вообще не крутились вы бы тогда поняли о чем я говорю я понял вы в каком году Игнатия Тихоновича узнали в каком да мне об этом не надо говорить а я в восемь седьмом когда он в Бишкек приехал во фронт за к нам был как он бороду отращивал возле храма ходил а храм не входил вот после тюрьмы он там с нами встречался и предповедовал слово Божие поэтому я немножко знаю о чем говорю не нужно говорить что на вас свет клином сошелся не сошелся вся земля Господня Господня земля исполнения и я и везде Господь на всяком месте владычество его и со всеми не нужно не обижайтесь я не для того чтобы завидовать или что просто вы в общем не живете и поэтому согласитесь в общем у вас нет и все зачем вы спорите я не могу понять зачем спорить я объясняю а не находитесь и спорите ладно на этом закончим дальше продолжаем давай деяние 16 глава 22 34 стихи народ так же восстал на них а воеводы сорвав с них одежды велели бить их палками и дав им много ударов вернив темницу приказав темничному стражу крепкое стеречь их получив такое приказание он вернул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду вид себя думая что узники убежали но павел возгласил громким голосом говоря не делай себе никакого зла ибо все мы здесь он потребовал огня бежал в темницу и трепетий припал к палу и силе и выведя их вон он сказал государи мои что мне делать чтобы спасти они же сказали веруй в господа иисуса христа и спасешься ты и весь дом твой и проповедали слово господне ему и всем бывшим в доме его и взяв их в тот час ночи он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его и приведя их в дом свой предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим что убер бога толкование творить чудеса и учить было делом павла вот слова учить было делом павла выделено и подчеркнуто на них будет потом комментарий Игнать Тихо Мичалавки итак творить чудеса и учить было делом павла а в опасностях принимал участие с ним и сила примек сведению что и демоны знают о том что распятый Иисус есть вышний бог а павел раб его что сам он утверждал говоря павел раб Иисус Христов временом один и темничный сторож пробудился и отворились двери так что случившееся изумило его но узники не видели этого иначе все они бежали бы а чтобы сторожу не показалось что это случилось само собой последовало вслед за землетрясением и то что двери отворили свидетельствуя ему о необычайности этого явления веру в Господа Иисуса Христа и спасешься ты и весь дом твой темнит и в темнице не давал себе покоя павел и тут он привлек в себе темничного стража и совершил это прекрасное пленение страж омыл раны а сам омыт был от грехов и возрадовался со всем домом своим что уверовал в Бога хотя и ничего не получил кроме благих слов и благих надежд коментарий Игнатия Тихоновича Лапкина учить было делом павла что же сегодня является общим делом церкви и особенно священнослужителей люди знают слово литургия но помнят ли знают ли что литургия означает общее дело и что этим словом пользовались при кораблестроении корабль одному не построен и как удачно святые отцы воспользовались этим известным для приморских жителей словом жизнь наша есть море церковь корабль а дело и приток общее дело это созидание святых наполнение церкви корабля это возможно только через проповедь вся жизнь наша должна быть живой литургией живой проповедью о воскрешенном христе словом и самой жизнью Павел был поручен учить было делом Павла в этом кораблестроении начиная с у Христа должны участвовать все то есть быть благовестниками любви Божьей и учить не знающих о спасении свидетельствовать людям о пройдой Христом крови это должно быть делом каждого христианина пожалуйста если ни у кого ничего нет идем дальше нет почему есть это самое интересно пожалуйста давайте интересно здесь есть такой вопрос брат Михаил он задавал почему так быстро христили вот здесь вот этот темничный страж он был язычником да и сразу же когда только хотел было было себя убить павел и сила проповедовали ему вера во христа ты и весь дом твой и так спасешься и тут же он омывает им раны и крестится несмотря на то что он не был воспитан в его действии он был язычником только у вера во христа вот по слову павла и силы и тут же крестился и весь дом твой его то есть и все домашние вот хотя домашние может быть они даже и вообще поскольку постольку веровали как бы они же не видели это землетрясение что раскрылась дверь темницы да а не только по настоянию своего отца там супруга вот как вот такая странная вещь Игнатий Тихонович мог бы немножко разъяснить или он позвать не надо нет его нет ну ладно да вещь странная обычно это вот как Игнатий Тихонович говорит что сроки протестирования трех до пяти лет и что не нужно так быстро спешить крещение но братом недавно рассуждали в этом году такой урожай у нас 12 человек приняли крещение троих уже нет троих четверть отпала не прошло это рано говорит отпало но еще может вернуться Господь ведет свое что-то помогло их выйти в общину это своими путями они от Христа не отошли не отошли и значит все в порядке здесь другое дело что вот вопрос вот этот что крестился сразу да крестился сразу но нет крестился написано а как где сразу написано сразу написано немедленно немедленно да вместился он и весь дом его а что омыл раны и немедленно крестился сам немедленно это и есть слово сражение синоним мог бы так он омыл раны и впоследствии крестился тогда могли бы говорить что да он там через поле года или через месяц слово немедленно да немедленно немедленно ну ладно не входил там слово имеет вот поэтому да но у меня какие мысли на сей счет тоже вспоминаю сектанты вот этого разбойника который покаялся на кресте которого распинали со христом и сразу в рай а почему а почему бы нам так же мы вот сектанты первого лего христа какая там катехизация тоже и вот еще одно такое место я вот мои какие мысли почему вот именно во-первых это дело господнее понятно что там было исключение когда вот этот разбойник господь его в рай его он своим свою веру подтвердил своим делом делом что он на кресте исповедовал иисуса христа перед всеми и осознал свою вину здесь вот этот вот страж он знал кого стерег и почему он мог что взял и себя убить хотел вот это вот мне непонятно но он охранник ну что его уволили бы его убили бы все исчезли ну я не знаю тогдашних законов когда Петра охраняли эти стражники но однако почему такое быстро без катехизации вот это вот крещение я думаю что он во первых знал кого стережет омыл им раны то есть он предложил им трапезу то есть он показал что он действительно уверовал и сомневаться что он неверующий не было упало почему вот мы до крещения допускаем или не допускаем у нас там всегда перед крещением беседа такая идет мы сомневаемся готов человек или не готов это дело добровольное они пришли может так он прошел значит он уже готов нет потому что приходили люди спрашивали кто такой Иисус Христов хороший человек на следующий год пришли кто такой тоже хороший человек то есть веры то нет а пришел бог знает зачем он пришел и люди принимают крещение они вот в армию пошел а что не случилось дай-ка я крещусь на всякий случай веры то во Христа нету а здесь в темнице Павел проповедовал наверное в темнице так там долгование говорит и сколько они там сидели ну да дня три может быть может быть месяц как это найти в тюрьме сидел там там проповедовал там слушают и слушают и он как Бойко сказал следователю и он может быть у него уже было намерение самому отпустить и сердце было готово и тут такое чудо но я такое размышление потому что ну крестили его сразу крестили и тогда не было как бы вот такого Сергей тебя не видно священники этим пользуются они совершенно неверующих людей крестили приводят вот эти вот местописания вот чего бояться то тоже надо что крестили неверующих совершенно людей не научили водить что там например было не крестили там мочат когда у нас был диспут на прощенное воскресение когда там они еще ну ты там в сторонке стоял тоже вот мы визиты как раз раздавали с сайтом на занятия что ваши занятия зачем они нужны вот разбойник без всяких занятий в рай попал и вот это тоже место приводит зачем там эти оглашения что там заплатил деньги в кассу и все и все и все оглашения такова практика сегодня его Сергей тебя не видно Михаилу дай слово Михаил да говорит тебя тоже не видно меня не видно я снимаю я снимаю я хочу привести слова я тут занимался Дмитрием Смирновым священником он сказал что самое трудное обратить ко Христу православного парадоксальные слова от священника на проповеди сказано я думал что как это может быть православного обратить ко Христу самое трудное ко Христу какому то есть сегодня наложено столько всего на называющиеся православными предания старца там обычаи и так далее и так далее что суть учения евангельского погрязнена настолько что его не видать за всем этим а когда проповедовал апостол Павел язычники были чистым листом у них был только естественный закон природный закон совести по которому они которые жили и обращение было очень быстрое сразу раз и он уверовал что Христос а сегодняшние православные чтобы он так уверовал как вот у него нужно снять вот этот покров из этих обычаев преданий и так далее и так далее тогда он только может увидеть суть этого евангельского учения которое принес Иисус Христос на землю и которое проповедовал апостол Павел и поэтому чтобы снять это нужно катехизация или это три года там два года и проверка нужна а действительно ли он так ли верует по-евангельски как учил Христос и апостол Павел или то есть сейчас чистого листа нет он абсолютно замаран эту грязь надо убирать заскабливать много псевдохристианского разного человека современного можно вот это мы баптистов слушали бойко такой есть Николай Прокофьевич как-то забыл он сидел 28 лет отсидел в тюрьмах из них там что-то лет 12 в этих в бурах сидел непримиримый такой был всегда ну как говорится за словом в карман не лез и вот это следователь его один вызвал и говорит ну что тебе тут у нас нравится ну выполнил бы указания которые там тебе этот говорит уполномоченный по религиям и все как бы жил бы там с семьей а у него там что-то шестеро что-ли детишек жена там но он сам с Украины там а он говорит наверное потому что вам здесь до вас достучаться очень сложно в темнице а Господь меня сюда прислал и вы теперь хочешь не хочешь меня здесь слушаете и он говорит и я этот следователь обязан допустим рассказать если на него какой-то донос или ему нельзя было подходить кому-то и вот он кому-нибудь подошел говорит о Христе его вызывают уже и тех тоже людей вызывают и спрашивают так о чем был разговор и он обязан был письменно и устно рассказать о чем говорил и он о Христе проповеди а они читают им деваться некуда и он говорит видите вы сейчас все о Христе знаете я вам виспописание и вы все читаете а там говорит никто из вас не послушал меня поэтому вот он там был этот темничный страж и он очень много услышал от апостола Павла потому что он обязан был выслушать человек сюда да еще и сила да еще и пели да может быть на понятном языке я понимаю пели пить надо больше Господь заповедал а мы не поем веселиться душой псалмы и преснопения духовные а у нас посмотри на православных особенно бабок которые стоят лица как старые кофейники носик вот так загнутый брат Сергий можно вот вы община это с благовестием вот сами Игнатий Игнатьевич вы все это видели что где значит это церковь находится где священник там говорится запечатано все люди не принимают а где нету храма где нет священника там люди с открытым сердцем принимают вот разница понимаешь как можно запечатать и человек вроде верует во Христа на самом деле он это непонятно во что верует вот Дмитрий Смирнов говорит об этом что самое трудное обратить ко Христу православного человека вот в том году зимой нас пригласил в одну деревню здесь в Алтайском крае священник пригласил чтобы мы приехали и попроповедовали раз мы умеем это делать ну и вот поехали мы туда и в двух там общинах у него две общины в одной деревне и в другой и проповедовали людям говорили слово причем он не переиллюстрировал отошел так на задний ряд и отвернулся даже ну это первое чтобы не смущать видать а второй во вторую приехали в деревню так он сел вместе там с бабушками с этими там дедов мало было двое а бабушек в основном и мы ну как немножко в другое уже амплуа прошла проповед немножко попроповедовали там сестры выступили потом песнопения мы там пели прощались как с родными вообще невероятно вот что значит священник который подготовил уже людей к тому что будет слово Божие ну дальше правда у нас как-то не получилось развитие не дало это почему тоже надо разбирать ну да Бог может быть что-то да время закончилось сейчас время вопросов Игорь спрашивает почему дальше не продолжилось потому что патриарх сказал чтобы были миссионерские там какие-то кружки и прочее и вот они под это слово надо теперь отчет дать у нас епархии тоже занимаются проповедью и пригласили нас сказать а дальше что патриарх не спрашивает и отхлынуло все мы уже не нужны вот какая причина патриарх если бы каждый день ногами топнул кричал да за волосы рвало как ездрато они бы каждый день проповедовали кошмар неверующая попытка неверующая самое главное вот патриарх все время должен толкать и бить и тогда немаленько сдвигнуться с места какая вера в народе вера убита никакой так вопрос давайте какие вопросы есть спрашиваю можно вопрос задать Геннадий Сергей кто снимал баптисты там я молился я мог это не выставлять если это вредно для меня опасно зачем я выставил даже ничего не надо говорить раз я выставил значит я в этом вижу положительное положительное вот я подхожу к католическому к Сензе к Сензе прошу у него благословения он молится надо мной положил руки перед отъездом зачем я это выставил люди даже никакого вопроса не задают у них мышление никакое совершенно а вот стандарт дальше он не может никуда выйти из этой храмы он сказали вот так вот уже уже только через это смотрят почему Андрей Кураев сказал им мусульман они религиозно талантливые и я сделал ролик такой нужно быть религиозно талантливым для всех сделал совсем в моей жизни практически еще не было случая чтобы я полностью встретил так чтобы сказал вот я встретил человека который для всех сделал совсем а передо мной даже задача такая не стояла я обратился и для всех сделал совсем в ту же самую минуту это Бог делает это нельзя сделать вот сегодня только заходит какой я его не знаю совсем завтра я его утром буду засчитывать он только заходит вот я к вам попал я хочу сказать вы еретик он зашел за тем чтобы сказать а без него я не знаю что я еретик накормил он меня я знаю что он от попа вырвался вырвался где-то и попу ускнул и все теперь вместе закурили и пошли что тут непонятно да с тобой старобрядиста рядом даже стоять не будет ты не конянин пораженный не еретик для него для стерлигова ты на себя с чужими глазами взглянь что ты хорохоришься он встречал что-то может разобрать кто-то мое учение ничего у него нету нету это манкурты у них шапочка эта верблюжья переросла с волосами а нормальный если он был бы в миру то в церковь не ходил это нормальный человек можно разговаривать но поп ему мозги свихнул и посадил ему туда эту черную занозу куда палец показал он туда бежит и кусает как они отвечать будут они людей делают манкуртами я это на каждом шагу вижу вчера один такой священник зашел под священнической одеждой я ему скинул какие у нас есть форум сайт он мгновенно мне выдал она прямо вам выритик не видал первый раз он как-то сорвался откуда-то заорал бросился они бешеные одержимые почему часто причащаются недостойно чаще исповедуются чаще причащаются и демон в тебя войдет а где это известно Макарий Александрийский 17 января житие его или 19 там теперь уже вот и все я вам расскажу по какой причине они такие а могут они быть другими не могут они не знают бога не знают церковь еще для них церковь это вот над ним поп стоит он самостоятельно шага не сделает это инвалиды а первые христиане еще Павел ушел там везде епископы нет никто не знал никаких территорий канонических люди жили радовались прославляли бога это никак над ним кто-то должна быть крышевать и он какой-то епископ должен а у вас никого нет нас бог избрал наша супер уникальная община и бог нам уже патриархи мы не были а здесь а здесь сказал что закончить чтобы ни одного не было я воскресенье на эту тему буду говорить это нас бог отпускает в это великое плавание они будут только смотреть у них сейчас одна задача уничтожить уничтожить потому что мы делом показываем что можно жить без этих крохоборов которые над тобою которые выживают из себя соки жить свободной совестью они этого слова не могут сказать если одного сейчас зажать этот еретик сказал где-то в камере он размазанный будет он ничего не может без этой поддержки когда куча они вместе кодло называют потрясшие тут они кидаются кусают обзывают а один он никакой он будет стоять курить наркотой добиться блудливые ничего не знают у меня тут один начал нападать молодой совсем хамье ужасное но выехал в москву какая-то девчонка не венчался ничего уже с ней живет только сейчас рот развивал на меня уже все уже утонул утонул да пузыри пашли вонючие такие из холера она его выгнала и все ну что с тобой было тебе сейчас надо сколько лет быть и он опять на коне какие-то миссионерские отделы кто знал эти отделы тебе дано или не дано я спрашиваю почему ни в одной стране не было литературного института а тут институт горького написать или нельзя научить это у тебя есть или нет и поэтам нельзя научиться у тебя есть это или нет дал тебе бог или нет но это у меня нет музыкального и что я напишу то я не могу а Прохопев уже в 5 лет написал нам пришла тетя Варя тетя Варя у него уже музыка сложилась это первая его соната была они не понимают даже совершенно что есть Бог Дух Божий избирает обращает он ничего не понимает главное что он около Попа отирается и тот ему прощает все грехи это не церковь врата не одолеют ее но нигде пишут пишут святые не сказано что церковь православная сохранится в России нигде нигде нету а наоборот золотить будут купола им храмы но ходить туда нельзя будет а у меня спрашивают с какого времени а ты сам смотри почему я тебе должен подсказывать ты молись около храма пока что тебе Бог открыл заходить или не заходить ты посмотри как через порог люди хлешат туда сотни людей никто никому не нужен Попа уходит с чашей кто не причащался кто еще не причащался да когда это было такое все силы бросали на то чтобы чужой не причастился а здесь любого кто бы он ни был любую куклу подноси причастит такого безумия просто не было нигде и он кочевряжится что-то мне скажет что он мне может сказать ничего там и нету ему надо куда-то меня загнать а теперь епископ чтобы даванул а у нас нету его епископа теперь нету нету это Господь так сделал великую и дивную непостижимую свободу нам дает а мы не отрицаем епископата вспоминаем патриарха в домашней молитве вот что надо смотреть свободен ты в совести или нет что тебе Бог дал водительства духом Божьим вообще отсутствует даже пропыть а рождение свыше ни одного слова нету врата ада не одолеют а тут уже не врата церковные врата ада ада на земле вместо храмовых ворот совершенно люди ничего не знают идут причащаются эти олигархи воры цыгане всех отпевают удавленников отпевают каноны написали канон с 30 лет священники они сейчас написали патриархии написали уже написали канон с 18 лет ну какое отношение имеет вселенская церковь когда там свои каноны свои это никакого отношения не имеет совершенно они чужды а как вы благодать признаете не знаю признаю признаю и пойду на исповедь к такому священнику так это антиномия согласен дави меня еще из-за этого что признаю да вопросы можно вопрос да питер гилквист написал среди некоторых православных существует ошибочное мнение что православная церковь не занимается фразелитизмом это крайне далеко от истины вы можете вы можете представить где находилась бы церковь если бы Петр и Павел Филипп и Андрей и другие апостолы не занимались фразелитизмом в чем Америка нуждает сегодня особенно в играх электронной проповеди так это православном неонгелизме основанном на подлинном толковании писания учения апостолов и святых отцов литургической и сакраментальной жизни церкви это Питер Дилкин написал а вот что говорит патриарх Кирилл фразелитизм это похищение душ и вот ему вопрос задали насчет обращения людей в Западной Европе он отвечает пускай приходят если это будут какие-то случаи к нам тоже приходят в Западной Европе но у нас очень твердые указания всему нашего духовенства в Западной Европе не заниматься празелитизмом то есть запрет его спрашивают он отвечает практически мы запрещаем нашим священникам обращать людей бывают конечно исключения когда приходят люди и говорят вы знаете я просто по убеждению хотел бы стать православным человеком ну пожалуйста никакой стратегии не существует Геннадий Тихонович объясните празелитизм он полезен или вреден без него какая церковь то будет если они говорят надо делать это что они вкладывают в это слово то еще надо разобрать то что оно может быть противоположное смыслу у них у нас понимаете молиться молиться то не знают что такое молиться то а вот бумажку взял по ней еще татарабанит стоит считает а что он не знает даже молитва это что такое не знает это надо объяснять что такое пост у нас меню только меняется капостат до этого не соблюдают там 90% у нас куда ни посмотри везде обман сплошной обман вот и все ну то есть празелитизм они придумали чтобы закрыть рот что они что они имеют ввиду празелитизм как они его толкуют ну они там понимают что не надо вторгаться то есть экономическая территория одной церкви не надо в нее вторгаться а также деятельность направлена на достижение этой цели проповедь но но без этого церкви то нет без этого церкви то и нет она на этом основана коязычники то по-своему их перетягивают сюда евреям свидетельствуют перетягивают сюда мусульманам говорят перетягивают сюда как это нет значит Питер Гилхвист абсолютно прав абсолютно он сам из баптистов пришел из менонитов мормонов 2000 человек пришло сразу вот единственный случай когда они правильно пошли они разбились по группам одни занимаются там поклонение Деве Марии другие иконами архивы стали искать и на год разошлись а потом сошлись стали говорить и увидели что церкви то нет там и тогда подали они заявление тут их не приняли они тогда обратились к греческому и греческий там принял их не греческий а антиохийский антиохийский принял ну а антиохийский антиохия то где она где она антиохийский антиохийский она не греческая дамаск это точно антиохийский дамаск араб может быть и так они ходили ходили сколько там поезжали ездили группу их не принимали нигде и закурили они еще в конце да когда они все уже все приняли их тогда они собрались обедать а жена зашла одного и говорит дышать нечем накурили столько комнаты так вопросы по писанию давайте писание по жизни пожалуйста вы видели вчера спрашивали сегодня ночью мне пришло из администрации Путина ответ по ИГИЛу ну вот она стоит стоит уже здесь в интернете стоит вчера ночью в 12 часов называется Новый год ответ из администрации президента Российской Федерации по ИГИЛу ну это потом прочитаем ладно сейчас не будем время тратить Сергей Вин давай задавай вопрос вопрос такой это Евангелие Матфея третья глава сам поправлюсь наверное лучше легче получится вот это Иоанн Креститель когда крестил говорит я крещу вас в воде в покаянии но идущий за мной сильнее меня я не достоин понести обувь его он будет крестить вас духом святым а огнем лопата его в руке его и она чистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу и солому сожжет огнем неугасимым вот крещение огнем интересная такая тема я не до конца все таки еще понимаю вот это вот понятие крещение огнем что значит будет крестить вас духом святым огнем ну духом святым понятно а вот огнем не очень крещение огнем слушай внимательно Сергей вот интересно вы ни с кем не договаривались сегодня мне уже третий раз задают разные люди из разных концов один и тот же вопрос вот именно в таком тоне это же самый вопрос вот интересно теперь я считаю это ты снял посмотри министерство иностранных дел российской федерации номер такой-то 29 декабря они послали ну значит нормально дошло гражданину гражданину И.Т. Лапкину электронный адрес такой это ответ на обращение на имя президента российской федерации Владимира Владимировича Путина уважаемый Игнатий Тихонович ваше обращение на имя президента российской федерации Владимира Владимировича Путина рассмотрено признательно за вашу активную гражданскую позицию и внимание которое вы уделяете проблематике урегулирования в Сирии и нашей работе на этом направлении. С уважением, заместитель директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки. Панов. Ну и как? Причем тут Северная Африка. Я хочу сказать, что патриарх должен сейчас просто на месте 10 раз перевернуться и покраснеть. Я патриарху-то написал, чтобы он ходатайствовал-то. Так я уже вещи собираю, сухари у меня готовы. Это понятно. Меня интересует крещение огнем все-таки. Сережа, Сережа, я тебе и говорю огнем-то. Я тебе что читаю-то это? Ну, говорит, как? Взяли человека только, его на передовую выставили и получил огненное крещение. Что это означает? Ну, это мирское выражение. Откуда его взяли-то, мирское? Ты не скажи. Ну, крещение, это вообще, значит, посвящение Богу, омытие. Вот. Он получил боевое крещение, он омылся кровью, там, появил, или даже не омылся, он первый раз участвовал в бою, там, кого-то убил, он уже не боится боя. Это, значит, крещение боем. Вот. Боевое крещение. А крещение огнем, вот, Духом Святым и огнем. Вот, как мы будем крещены, как мы крестимся огнем практически всю жизнь, вот, мне вот этот вопрос интересен. На то, что там боевое крещение, там могут извратить, так, знаете, в меру такое извращают слова Священного Писания, что будь здоров, лучше и не слышать даже, и не помнить это, и не вникать. Так, давай забудем про это, будем говорить так. Человек облечен плотью. И как его Бог проверяет? Проверяет через мелкое, в огне и в воде. Амааф сидел на своих дрожжах, потому Богу не угодно заброшить тебя в другую страну. Любое страдание за имя Христа это огненное страдание. Ты понимай, огненные языки сошли, которые воспламенились внутри. И они говорят, ну вообще я должен лезть куда-то, мне покой нужен. И Анзатаус говорит, за одно слово, покой тебе, гиены мало, вот какой огонь. Ты пришел в мир, для чего, с какой целью? Прославить Христа, страданиями. А, вот, теперь я понял, огненные языки, человек внутри возгорается, не нужно опомянуть. Вот это крещение. Он не просто возгорается, он погружен в это, погружение, полное погружение в Духа Святого, в огонь. Внутри меня, говорит Иеремия, был разлит как огонь, я удерживался и не мог удержать. Это невозможно. И вот ответ, вот то, что я просчитал, если бы меня не до конца довели, разрешили, то это было бы огненное испытание, искушение, откуда уже не вернуться. Это огненное крещение было бы. А мне пишет один, говорит, ну и вы, знаете, допустим, вы поехали, сейчас, допустим, ну это только они рассмотрели, дальше ответа-то нету. Разрешили, не разрешили-то. Потому что, я знаю, что таких объявлений, заявлений там немного. Я не просто дал заявление, а показал, что вам трудно найти более подходящую кандидатуру. Во-первых, возраст. На мою руку играет. Второе, 53 года за плечами работы с людьми. Третье, всегда мои предки все относились хорошо к мусульманам, и я нигде не нарушаю ни одного правила их. Держу хорошее отношение с ними. Это все говорит о том, что я не на последнем месте стою в очереди, чтобы поехать туда. Но если с вами будет, и вы не вернетесь, вы же понимаете, что будет дальше-то. Вас в этом же году канонизируют сразу. А дальше начнется то, что обычно они делают. И стриг у вас уберут, где вы там священников. не хвалите. Дальше приедет патриарх, тут крестный ход будет, и будут резать мощь. Я говорю, когда с сапогом так вылетят все? Понимаешь, тут все расписано. Уже пишут, что расписано. Ну что, смеяться, падать, за живот держаться. Ничего нельзя сделать. Что бы ни сделал, тебе сразу же или тебя в ад, или в рай. А что между двух огней пройти, не пропускают никак. Это современное православие. Оно и вчера, и позавчера такое же было. Ну, это Божие. Ну, хорошо, давай. Иосифа братья бросают в колодец. Крещение ему. Дальше продают в рабство от родной земли, от семьи. Дальше там тюрьма, искушение. Бог сколько раз переплавлял его, пока он вышел премьер-министром страны Египет. Нас Господь готовит к лучшему. И поэтому вот эти гонения, там, поношения, хамьё вокруг меня, там, целые эти, кодлы, патриарши, это необходимо. Я благодарю Бога, я молюсь, как раз в этом ролике, молюсь. Я всех благодарю, которые лают, которые свистят, улюлюкают. Это на пользу мне. Велика ваша награда на небесах. Ну, ему выпала такая роль, роль такая, шакалья. Он должен отвечать за это. Ну, я понял, главное, крещение огнём, я понял, что это. Я ещё там просмотрю блажное филакто, ещё там поглублюсь там толкованием. Может быть, ещё Господь мне откроет и больше. Да даже если бы не было толкования, и так понятно, о чём речь идёт-то. Это жизненное такое, когда в огнём прожаривает Господь, и Господь желает, чтобы крестились. Он начинает говорить, Христос, а тут перебивает, раздели нам имение. Он говорит, как я томлюсь. В оригинале стоит, я нахожусь в тюрьме, разговаривая с вами, как вы давите меня туда. Вот смысл какой. Да коли не сойдёт, да коли не осветит, и вы не будете лезть с этими мелкенькими своими вопросами. Имение делить, деньги делить. И тогда они сами понесут свет миру, по всему миру. Можно прочесть? Петра 4 глава 12 стих. Возлюбленные, огненного искушения, для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Вот о чём я говорил сейчас. Огненное искушение, то есть страдание. Вот Екатерина, мученица, Варвара, это огненное искушение. Климент Анкирский, 29 лет, 11, кажется, месяцев мучили его. Мучили. Четыре правителя умерло. У него, говорит, не было ни одной части тела, которая ему принадлежала. Это всё, что наросло снова. Его на пике насаживали. Они проходили мечи через него, и на другой стороне выходили. За всю мировую историю такого не было. Память его посмотрите, кажется, 35 февраля. Климент Анкирский. Климент. Климент. Наш лагерь назван сейчас Климента Анкирского. Вот нам пример. А брат Игорь не может повторить. Первая Петра, очень... Четвёртая, двенадцатый стих. Четвёртая, спасибо, Господи. Первая Петра, четвёртая глава, двенадцатый стих. Я в чат послал, в чате там, прочитай, если умеешь. Можно я же скажу? А вот ещё вопрос. Существует ли догмат о том, что должен быть помазанный царь у православных россиян? Володя хотел что-то сказать. Послушай, Володя говорит. Я дополню, место писания другое ещё есть. У Серахова сказано, что Господь будет испытывать праведно в горниле уничижения, что Игнать приводил пример с Иосифом. Да. Так, а что за вопрос он сейчас-то ещё начал? Повтори, Сергей, пожалуйста. А помазанники царя существует какой-то догмат, что должен быть помазанник царя. Есть ли такой догмат в церкви или нет? А где? В России? Да. Ну, это хорошо Алексей Ильич Осипов говорит. У русских великая жажда именно царя восстарить до царя-искупителя. И отсюда видно, что антихрист будет первыми православными в России принят. Он подойдёт под этой эгидой. Вот и все бессказы. Искупитель только Христос. Никакой царь ничего не... Ну, был царь. Царь-то не над Барнаулом, а над всей страной. А тут сколько татары могут у него принять, как православного императора? Чего ради? Тем более сегодня. Сколько буддистов? Прича идёт о миллионах и миллионах. Да и коммунистов хватает, и других. А вопрос, как этот догмат вообще прошёл, что царь-искупитель, а не Христос? И что это за... Нет догмата такого. Это не догмат, это просто выдум каких-то людей, которые пытаются, как говорится, хвалиться... А сразу сожжить. Ага. Ну, великая державная партия образована. Я разговариваю, заместитель губернатора. Мы сидим в кабинете, он говорит, показывает журнал. Вот я, говорит, сейчас их поддерживаю. Я говорю, а что? Ну, у них прямо мы за православие, но против христианства. Вот теперь реши, кто так сумел сделать, чтобы православие, христианство несовместимые вещи. Да, всё. Всё, Сергей, прощайся. Отключайтесь. Молимся, да. Спасибо всем Христос. Достойно есть якова истину, блажите Тя Богородицу, признаблаженную и пренепорочную. И Матерь Бога наше год, честнейшую хирургин, и славнейшую без сравнения с Ерофим, безыстрения Бога снова ручшую, сущую Богородицу Тя величайна. Игорь Иванович, помолитесь, пожалуйста. Господи Божий наш, Отец Небесный, мы просим Тебя во имя Спасителя нашего Иисуса Христа, даруй нам Духа Твоего Святого, и веди нас в землю правды, даруй духовное рождение свыше патриарху, епископам и священникам и пастве, и водительство Духом Святым. Умудри правители и дай им страх Твой Святой, чтобы они помнили, что над ними Ты есть старствующий Господь господствующий. И даруй мир Израилю, избраннику Твоему, России, Украине и Сирии. И о чем мы рассуждали, как Тебе угодно устрой. Сохрани от покушения правителей известных нам Владимира, Дмитрия, Барака, Александра, Петра, Рамзана, Ардагена. И установи этот мир, найди новые души, расширь пределы общей наших и пошли добрые жители вселения наших. Ибо великие страшные испытания грядут на эту землю за отступничество от Тебя. Приготовь народ Твой. Умудри нас внести свет Евангелия людям, что сказать и когда, и где. Тебе слава за все. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Спаси Христос. Спаси Христос. С Богом. С Богом. Меня на следующих занятий не будет. Я уезжаю в благословительство Тимирова на 14 ночи. Отключай всех. Так что через Михаила Кальмаева выходите теперь. С Михаила Кальмаева. Сереж, отключай нас скорее. У меня нет скайпа Михаила Кальмаева. Нету пироскопа, я тебе сейчас скину его, скайп. Хорошо, пожалуйста. Вернее, вернее, отключай скорее нас. Михаил, ты напиши в чате свой скайп, то есть все. Нет, скинь мне, пожалуйста, Сереж. Хорошо, хорошо. Ну все, давайте. Субтитры сделал DimaTorzok